МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Сегодня в выпуске. Промышленность и агропром в АллатРском районе обсудили темпы социально-экономического развития. В график укладываются, в Мариинском посадском районе приступили к уборке урожая. Документальный фильм нашего земляка Алекса Плата участник 27-го фестиваля российского кино в Выборге. Рост собственных доходов, развитие малого бизнеса, создание комфортной среды для жителей. Такие задачи перед властями АллатРского района обозначил премьер-министр Чуваши. Сегодня в муниципалитете подвели итоги социально-экономического развития за полугодие. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Экономика АллатРского района опирается на агропромышленный комплекс. В этом году здесь планируют собрать большой урожай зерновых культур. Свою продукцию сельхозпредприятия поставляют и за пределы республики. В муниципалитете сокращаются объемы неиспользуемых земель. И это лишнее подтверждение тому, что сфера АПК становится выгодным бизнесом. Пассивная площадь составила около 13,9 тысяч гектаров. Из них зерновые, зернобобок культуры 6,9 тысяч гектаров. Технических 6,8 тысяч гектаров. Сефа зимы планируют привезти на площади 5 тысяч гектаров. Продолжается восстановление такции сельскохозяйственной базы в поселке Восход. В текущем году в связи непоприятным погодным условиям произошла гибель зимых на площади 6,912 гектаров. Что составляет 92% от общей площади зимых культур. Несмотря на критическую ситуацию, аграрные районы оптимальные критические сроки провели пересев погибших культур. Председатель правительства республики отметил, что властям муниципалитета необходимо развивать инвестиционный климат. Большинство субъектов малого бизнеса в районе заняты в сфере деревообработки. В этом году были приняты нормативные документы, упрощающие процедуру освоения лесов. Здесь необходима активность не только в естественных природных ресурсах, понятно, что это социальный министерств соответствует развитие районной области, но и без активности муниципалитета, активности предпринимателей муниципалитета. Здесь тоже ничего не сделано. Также в докладе Невана звучало о том, что есть сложность с исполнением по доходам, собственно. Он соглашение ничего не принял в Министерстве финансов. Там взятые обязательства в составе 4,5%. Пока по полугодию не выполняли эти 18-е годы. В бюджет района с начала года поступило более 170 миллионов рублей. Но пока отметил Иван Моторин, местные власти используют не весь потенциал. Немалые доходы в казну может дать аренда муниципального имущества и земель. И этим надо заниматься. Еще одна ключевая задача – снижение доли неэффективных расходов при госзакупках. С целью повышения эффективности бюджетных расходов мы добиваемся формирования реальной стоимости контракта, в том числе и оснижения в процессе торгов. Бюджетный эффективный закупок составил 8,2 миллиона рублей или на 10,9%. В этом году в муниципалитете намерены реализовать более 30 проектов, основанных на местных инициативах. Поддержку району оказывают и в правительстве региона. За счет многомиллионных субсидий были отремонтированы проблемные участки дорог. Этим летом в Алатовском районе был отремонтирован и этот 5-километровый участок в селе Алтышево. Раньше здесь водителям приходилось снижать скорость из-за ям и трещин. Драйвером социально-экономического развития района станут национальные проекты. До конца года предстоит реализовать 17 программ. Результаты работы муниципальных властей должны почувствовать на себе местные жители. Дмитрий Ковалев и Борис Андреев, Республика. Новый сквер в селе. Уже осенью жители Турмышей Янтиковского района будут встречаться на современной площадке. Сейчас его строят по программе «Комфортная городская среда». Как работает эта программа для села, расскажет Ирина Волкова. Изначально здесь сидели, росли деревья. Мы все эти деревья вырубили, корни вытаскивали трактором, экскаватором все. Потом после этого нехватка земли. Таскали, возили землю. Площадь готовят к укладке брусчатки. Это будет современный сквер со скамейками для отдыха взрослых, игровой площадкой для малышей и уличными спортивными тренажерами для приверженцев здорового образа жизни. В школе 160, около 160 детей, в детском садике 80 детей и молодежь до 35 лет. Половина населения у нас молодежи. И очень активная молодежь, любит заниматься спортом. Поэтому мы решили здесь тоже установить уличные тренажеры. Здесь тем более стадион, где наши ребята играют в футбол. Больше тысячи жителей. Именно такое условие в программе, по которой финансируются работы. Называется она «Комфортная городская среда», но может помогать благоустраивать села. В Янтиковском районе средства получили уже два населенных пункта. В прошлом году в селе Янтиково, это по улице Кооперативной, 2022, мы дворовой территории благоустроили, тротуары сделали, детскую площадку на сумму около 4 миллионов рублей. На этот год в селе Турмышье, это Турмышевское сельское поселение. В 2020-м планируют обустраивать Яншихова-Нарваша, готовят проект и документы. А жители Турмышей уже осенью отметят День народного единства в новом сквере. Строительство сквера очень кстати. У нас проводятся разные мероприятия, праздники. И со стороны будет беднец очень красиво. Ирина Волкова, Алина Сусметова, Валерий Резюков, Республика. 3,5 тысячи гектаров скошено и почти 10 тысяч тонн зерна получено. Таковы первые результаты уборки урожая этого года. Идем на прошлогоднем уровне, отметил министр сельского хозяйства Сергей Артамонов на совещании в Доме правительства. Активно идет подготовка почвы под сев озимых культур. Задача этого года – посеять 105 тысяч гектаров. С семенами ситуация непростая, отметил министр сельского хозяйства. Но пути решения будут найдены. Задача стоит обеспечить семенами. К сожалению, нет семян, мало семян переходящего фонда. И вообще мало семян. Рассматривается возможность заимствования семян с резервного фонда, продфондом Чуварской Республики, для того, чтобы передать хозяйство на разных условиях. Закупку элитных семян будут субсидировать, отметил Сергей Артамонов. На это планируют выделить 70 миллионов рублей. Как только все необходимые вопросы решатся, деньги дойдут до хозяйств. Как проходят сельскохозяйственные работы в Мариинско-Пасадском районе, узнавала наша съемочная группа. В ведро попадает не каждая свекла. Чтобы понять, какой корнеплод созрел, нужно посмотреть на его ботву. Стебель толстый, можно дергать. Это самый первый урожай. Свекла только доходит до спелости. Убрать ее надо с площади в 4 гектара. Урожайность в прошлом году была 700 сантиметров гектара. Мы ожидаем, что в этом году не менее 500-700 будет. Основная уборка будет проходить чуть позже специальным комбайном, когда будет массовая уборка. Стараемся выращивать качественные, экологически чистые продукты. Здесь в поле с осени было внесено коровий навоз. Переработан с землей. И не было внесено никаких химических препаратов. А вот в этом хозяйстве собирают озимые. К работам приступили пару дней назад. Аграрии рассказывают, урожай ожидается меньше прошлогоднего. 38 сантиметров гектара против 50. Всему виной засуха. Хорошие показатели ждут от других зерновых. Яровые нам, скажем так, помогут. Мы ожидаем урожай ячменя и яровой пшеницы не менее чем 50 сантиметров. И наша задача на территории Чувашской республики, нашего хозяйства, собрать более 20 тысяч тонн зерна. В хозяйстве у других районов идет покус травы, заготовка сена, уборка картофеля, капусты, зернобобовых и технических культур. Также задача поставлена убрать кормовую культуру. Идет заготовка кормов. 207 тысяч гектаров у нас кормовых культур. Структура посевов поменялась в сторону кормовых культур, так как больше начало развиваться животноводство и требуется корма. Аграрии в график укладываются. Например, уборку зерновых планируют завершить за три недели. Впереди посев озимых. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. Прокуратура Чувашии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего руководителя Минэкономразвития Республики Владимира Аврелькина. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшим тяжкие последствия. Кроме экс-министра, обвиняемым по уголовному делу проходят еще два жителя Республики. По версии следствия, обвиняемый по предварительному сговору с иными лицами совершил хищение денежных средств из республиканского бюджета путем незаконного предоставления двум коммерческим организациям субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования. При этом обвиняемый, пользуясь служебным положением, также необоснованно представил преимущество указанным коммерческим организациям перед другими предприятиями, которые также желали участвовать в конкурсном отборе на получение данной субсидии. Общий ущерб, причиненный совершенными преступлениями, составил около 24 миллионов рублей, который возмещен в ходе предварительного следствия. Обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения по стражу. Он также уволен с ранее занимаемой должности. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд города Чебоксары. Отмечаем, что преступная деятельность обвиняемого была выявлена сотрудниками ФСБ России по Чувашской республике. Дела сердечные кардиохирурги Чувашии поставили на поток операции, позволяющие вернуть пациентам качество жизни. Наша съемочная группа побывала на одной из них. Аорта – коронарное шунтирование. Каких-то 20 лет назад такие операции считались уникальными. Сейчас их выполняют более 160 в год. Ишемическая болезнь сердца молодеет, поэтому важно сохранить качество жизни пациентов. Сегодня мы как раз будем выполнять одну из таких операций. Операция орта-коронарного шунтирования у пациента с тяжелым поражением коронарных артерий, у которого из-за того, что поражены атеросклерозом эти артерии, отмечается плохой приток крови к сердечной мышце. Сама операция шунтирования – это обход пораженных артерий с помощью сосудистых протезов. Они, кстати, тоже берутся из ткани пациента. Собственный материал лучше приживается, дает хорошую проходимость, и положительный прогноз на будущее. Вот уже 22 года заслуженный врач Чувашии Андрей Драгунов проводит такие операции. Многолетний и дружный наш коллектив выполняет самые сложные операции. Андрей Геннадьевич, как лидирующий, как скрипка, первая скрипка этого оркестра, выполняет сложнейшие операции на сердце, благодаря чему у нас замечательные результаты. Такая операция длится минимум 2 часа. Кстати, проводят их в республиканском кардиологическом диспансере бесплатно. Далее пациента ждет трехэтапная реабилитация. Это важный момент в системе лечения. Теперь здесь можно пройти все этапы – диагностику, подготовку к вмешательству, саму операцию и реабилитацию. Произошел инфаркт. Поставили стенд, предложили шунтирование, согласился. 9 июля сделали операцию, а сейчас чувствую себя отлично. Игорь Левицкий перенес две операции на сердце – последнее шунтирование. Она прошла неделю назад, сейчас Игорь проходит реабилитацию. Операция прошла успешно, спасибо докторам. Проводили операцию, я правда не помню, но сказали, что все прошло хорошо. После операционного периода уже закончился, чувствую себя нормально. Современные технологии лечения – основа национального проекта здравоохранения. Его главная цель – увеличение продолжительности жизни. Юлия Важенина, Маргарита Мельникова, Бахсьяр Велиев, Республика. Семья Ананьевых из Новочебоксарска стала победителем всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья». Они признаны лучшими среди 76 участников. В счастливом браке Марина и Анатолий Ананьевы живут 17 лет, воспитывают шестеро детей. Самому младшему сыну Луке 11 месяцев. Помните, как познакомились с супругой? Я спортом занимался активно, мне было 14 лет полно. Жене было 13. Я пошел в физкультурный диспансер проходить медосмотр перед соревнованиями. Там легкоатлеты проходили медосмотр. Я боксом занимался. Увидел девушку, которая мне понравилась. Я посмотрел ее адрес и через неделю пришел к ней в гости. И до сих пор мы вместе. Ананьевы – победители республиканского конкурса «Семья года-2018». К этому титулу добавился еще один уже всероссийского уровня. Торжественная церемония награждения победителей состоится 30 октября в Государственном Кремлевском дворце. Чувашия победила в конкурсе на реализацию профориентационного проекта «Билет в будущее». Всего поступило 58 заявок. Победителями стали 36 регионов страны. В этом году в проекте примут участие более 9 тысяч школьников. Их ждет тестирование на профессиональные предпочтения, мастер-классы на базе ведущих техникумов и колледжей республики. В прошлом году в проекте участвовали 70 школ и 19 СУЗов. К 2025 году к ним присоединятся все школы республики. Напомним, работа ведется в рамках нацпроекта образования. В Самарской области завершился молодежный форум «Иволга». В нем традиционно участвовали студенты из Чувашии. Какие интересные проекты представлены на конкурс, мы узнали от Алексины Федоровой, первого заместителя министра образования и молодежной политики республики, которая находится сейчас там. Наши ребята принимают активное участие во всех мероприятиях. В мероприятиях в направлении науки и творчества. Очень отрадно, что в рамках форума выиграли гранты в размере 800 тысяч рублей. Эти гранты, они тоже в разных направлениях. В направлении наука и творчества. По приезду ребята готовы рассказать о своих впечатлениях, предложить, может быть, нашей молодежи те проекты, которые были именно написаны. И, соответственно, конечно, они хотят поделиться своими впечатлениями. Документальный фильм нашего земляка «Алекса Плата. Дом колышущихся сосен» победил в седьмом конкурсе короткометражного кино «Окно в интернет». В нем приняли участие игровые, документальные и анимационные фильмы. Всего более 200 работ. Дом колышущихся сосен обошел соперников в зрительском голосовании. Фильм о 10-летнем мальчике-каратесте и его тренере уже имеет немало наград. Он стал первым на международном кинофестивале «Сочи фильм-фестиваль» и «Белые ночи» в номинации «Лучший детский фильм». История ребенка, который развивает себя физически и духовно, преодолевает препятствия и добивается цели, высоко оценили независимые эксперты, зрители. Цель фильма была популяризировать спорт вообще, чтобы больше детей ушли с улиц и заинтересовались спортом. Решая вот эту цель, мы решили показать фильм на многих кинофестивалях. Он вошел в шорт-лист нескольких кинофестивалей. И я считаю, что задача выполнена, потому что многие люди его посмотрели. Если дети посмотрели этот фильм, наверняка они могут заинтересоваться спортом. Съемки фильма проходили в красивых и экологически чистых местах Чувашии. На водопаде в Маргаушском районе, в лесах Заволжья. Тренировки в таких местах закаляют и вдохновляют, отметил главный герой фильма Александр Барган. Фильм для него – часть жизни. Карате он занимается 8 лет. Я посоветую вам отойти от компьютеров, заняться спортом и влиться в здоровый образ жизни. Не нужно зависать в виртуальном мире. Авторы фильма «Дом колышущихся сосен» примут участие в 27-м фестивале российского кино «Окно в Европу», который пройдет в Выборге с 2 по 8 августа. Ольга Алексеева, Павел Иритков, Республика. Это все новости вторника. А я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова